будете нести стяжать последствия вы вдыхаете убивайте миллион микробов выдыхайте своим выдохом еще задевайте несколько микробов да то есть вы на вдохе-выдохе постоянно кого-то убиваете то есть вы существуете за счет других то есть поэтому чтоб минимизировать последствия рекомендуется быть вегетарианцем в этом смысле кап а то что мы там лицемеры туда-сюда это это сто процентов это вообще здесь никто не отвергает никто же не говорит мы здесь не лицемеры конечно лицемеры лицемерие невозможно взять и так бац и все я хороший то есть его надо изжить через практику через поклонение через самопознание себя вы постепенно к вам вы начинаете понимать где ваши лицемерие работает играет этот импульс ментальный бам-бам раз заиграла а вот вот где я проявляюсь как лицемер найти нужно же это еще откопать то что ментальный мир внутри вас вам больше чем снаружи то есть он больше чем планета земля по сути дела то есть или то что вы или больше чем вы можете охватить своим глазом то есть вся ваша ментальная система она глубоко уходит корнями вовнутрь и все это в там в вашем сердце это все вот вот так и чтобы себя изменить нужно это все изучить понимаете вы не сможете а как вы это изучите если у вас это не болит то есть соответственно когда вы становитесь на дух на на пусть духовного развития первое что с вами начинает происходить у вас начинает болеть ментальная система потому что и а ханкара его ложная его которая вас обманывает все время доведет вас атакую через иллюзию там использует вожделение там и так далее так далее чувство разводит через ум и так далее то есть а ханкара начинает трещать по швам когда вы начинаете сопротивляться ваш ментал лотот ложный ментал он начинает трещать по швам когда начать и практиковать вы начинаете молиться обращаться к господу пойти меньше то есть это грех сладко это вредно знаете для тела и чем меньше вы начинаете потреблять сладкого тело начинает выздоравливать а паразиты которые живут за счет того что вы свою иммунную систему усугубляете сладким до иммунная система слабеет и паразита за счет этого их империя процветает также здесь вы раз переставите что-то делать что противопоказано по писанию то тут же а иммунная система ваша ментально начинает работать и все эти паразиты она начинают что делать они начинают болеть то есть у вас ментал начинает болеть знаете такое понятие кошки на душе скребут знаете да так вот вот эта боль этот огонь он усиливается готовы вы к этому можно торсунов хороший дядька право правда дал в писаниях об этом еще не говорится знаете мы сейчас не говорим о женщинах и о сладком возможно торсунов в какой-то степени прав то есть мы же тут не запрещаем сейчас кушать шоколадку мы же не продвигаем свой бренд что еще торсунов говорит на самом деле он говорит за много и он вдохновляет многих людей кстати очень хорошие дядьки як якобы поведом однако я вам скажу чисто по чесноку многие вещи которые я от него слышу я вот например в писаниях не слышал то есть он понимаете есть такое понятие логика то есть он выкатывает на логике он это не есть плохо но если вы к нему подойдете и скажете меня привлекает бхакти йога то он вам обязательно укажет как бы ну его проповедь да на на таких на внешних аспектах да это 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 она на самом деле в корне ну то есть фундаментально основана на том чтобы подвести вас к бхакти йоге вы у него спросите подойдите к нему и спросите вы скажите а я вот хочу практиковать бхакти йога вот мне интересно бхакти йога и вы увидите его реакцию то что моя сестра в боге да вот в киеве живет она была у нее на семинарах и когда она ему сказал что я вот ученица шила гуру дэва гамита махараджа и так далее что она практикует под руководством силы госвами махараджи до действующий сегодняшний сегодняшний а чаре и гуру что он не сказал знаете что он искал он сказал я мечтаю встретиться с ним то есть я бы хотел встретиться и с ним пообщаться что торсунов он понимает кто такие ващнамы то есть и и и что такое вообще ну как бы духовной реализации что такое путь что такие йоги ступе ступень и так далее то есть вас это привлекло вы через это приходите сюда то есть это что значит то что он делает это работает то есть есть вещи которые он говорит я например не слышал но он пользует логику возможно женщине действительно можно сладко то есть а мы сейчас говорим о том что взять если женщину которые допустим у нее в теле живут паразиты эти паразиты разрушают тело что скажет лечащий врач терапевт он скажет сладкое нельзя ну хорошо можно фруктозу например яблоки банану не бананы там сухофрукты и там там сахар вот так в принципе да глюкоза мозг получит сколько надо так что ничего страшного в принципе да шоколадки вредно это мы знаем вот но также вы не переживайте господь он тоже не он не говорит что женщинам нельзя сладку он название сказал он говорит за других более высших вещах за душе о том как ее вылечить потому что мы по сути дела тело это опухоль души знать опухоль раковая опухоль то есть это то что мешает нам увидеть себя как душу то есть наша аханкара ложное эго подобно горе которая отделяет нас от параматмы вот он говорит господь несколько стихов назад он сказал я виде параматмы вот в таком вот соизмерение а потому что однажды мы выбрали этот мир в этот мир так устроен то есть мы выбрали этот мир и а условия пребывания в этом мире то есть душа заключается в клетку то есть выйти управлять этим биороботом да то есть чтобы преодолеть дистанцию мы садимся в автомобиль мы же не бежим правильно то есть мы можем пробежаться конечно если нам преодолеть там тысячи километров на автомобиль же удобней то есть и точно так же здесь чтобы здесь страдать до наслаждаться и страдать то есть нам дают тело то есть может так устроение например на солнце тоже есть целая цивилизация то есть но если вы это скажете ученым физикам и метафизикам что не скажут бред невозможно если вы туда попадете ваше тело сгорит да но чтобы жить на солнце нужно специальное тело которое способно вынести жар например в аду в носких планетах даются специальные тела которые выносят нагрузку то есть это если вас варят на сковородке до в кипящем масле то не в том теле в котором мы здесь живем отдается специальное тело которое выдерживает нагрузки мало того там еще это боль которая чувствуется она еще усиливается то есть ощущение боли она усилена то есть еще то есть еще больнее то есть одно дело когда да мы страдаем от ожогов а там все эти это ощущение боли она в тысячи раз чувствуется сильнее то есть тоже боль это огонь а душа она способна очиститься только через боль через огонь вот так все то есть сейчас начать рассказывать об адских планетах то спать наверно спокойно никто не сможет мы не помним нет мы кстати были там много раз что там что там что внизу что наверху ничего страшного да ну повариться в принципе там на сковородке там пару пару тысяч лет да да и варишься до родился и варишься как пелемешка да вот девушка 1 хорошо ландовать вы правильно поняли да трудностями это не заболевание мы и так ментально болеем однозначно придется то есть это ментальный труд вы знаете надежда на то что будет легче она вас разочарует ваше духовного развития что следует понять легче не станет станет сложнее но это будет сопряжено с вдохновением вы будете готовы до прессе например не интересно наказывать того кто готов к страданию то есть да не интересно бить того кто уже готов что его будут бить гораздо интереснее мучить того кто к этому не готов а ну что-то типа того а саматика простите но в принципе болезни которые на внешнем плане объясняется что эта проблема внутри то есть все начнет и не только ума и разума слабый разум там а например зависть все проблемы от зависть в целом в целом если вот так взять корень наших проблем это зависть то есть вожделение очень круто использует это качество наше мы это качество не можем никуда примите а наше вожделение она это использует мы завидуем от того чтобы завидуем следующая цепная реакция мы впадаем в иллюзию эта иллюзия когда нас атакует ум использует чувства в этот момент и вам кажется что эта идея она принадлежит вам и ум использует чувства он доминирует некое настроение в вас внутри вас то есть например да когда светит солнце хорошее настроение когда идет дождь настроение портится not истинный йог например да когда дождь идет ему у него внутри светит солнце ему все равно идет дождь или светит солнце у него внутри солнце у него внутри хорошая погода поэтому внешний фактор и вообще не влияет никак будь он в мурманске или еще где-то принятие потому что это знание это сокровище когда вы с этим знаю когда это знание приходит ваше сердце начинаете практиковать вы чувствуете себя богатым несмотря на то что внешне вы можете жить там ну не так не в таком достатке как остальные например да что ну это 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 как побочный эффект когда вы будете удовлетворены знанием все остальное вы уже будете удовольствоваться малым это однозначно выбираем конечно мы уже об этом говорили на я повторюсь в целом объясняется что мы сами захотели повелевать то есть зависть в чем проблема наша это зависть мы позавидовали мы захотели стать таким как он как господь занять его место и нам мая тут же предлагает стоит только нам этого захотеть тут же мая нам предлагать а хочешь вот вот тебе мир пожалуйста повелевай хочешь так хочешь тогда хочешь художником хочешь музыкантом тогда хочешь президентом у тебя будет большой счет в банке ты сможешь покупать себе яхты там девушек или мальчик кого угодно то есть как бы как угодно хочешь то хочет а то есть мы захотели повелевать а повелевать в принципе душа может только низшим брать захотел системные конечно ну как нету есть конечно в разделении есть у всех живых существ и у всех поголовно неважно то есть единственное у них это просто иначе проявляется иначе по-немецки но он проявляется и причем еще круче чем может быть даже у нас с вами просто наш учитель и и бхагават гита и шри мы бхагаватом вообще все практически все писания богооткровенные писания они говорят так не стоит думать как мы попали в этот колодец а как а что следует думать как отсюда выбраться потому что ну в принципе ну исторически мы узнали хорошо мы разобрались там вот мы попали в этот материальный мир там неважно сослали нас не сослали сами мы выбрали еще как-то факт в том что мы уже здесь находимся то есть конец и когда вы обретете рождение в духовной реальности положения да вы уже к никогда сюда не вернетесь в этом point то есть все душа которая попала в духовный мир через служение через практику бхакти йоги вообще через путь бескорыстной деятельности называется то есть когда душа она попадает туда обретая обретя служение все она уже никогда не вернется материальными это мы говорим в рамках материальной сферы то есть понимаете духовная реальность она вне материального мира то есть это нечто большее чем просто мало того материальный мир построен по образу и подобии духовного мира там также есть олени тигры люди деревья но все пропитана сознанием и любовью каждая травинка каждая пищенко все существует ради ради него ради абсолюта и говорится что даже одна маленькая песченко попав сюда из духовного мира она способна освободить весь материальный мир одна песченко потому что она также сознающая сознающая бога и преисполнена любви то есть это это очень трудно принять то есть там душа она не имеет формы она принимает форму зависимости от потребности абсолютно что сейчас нужно делать там раз пошла какая-то игра он пошел гулять там джек трава сразу зеленый бас сразу солнце вышли там раз если ему надо чтобы дар и чтобы день если он вдруг он хочет чтобы день не заканчивался тогда дороги становятся длиннее часы удлиняются все там нет понятия время вообще вы можете такое вообразить это это то есть но но даже если мы сомнимся в этой в этом в этой реальности это реальность она будет существовать независимости от того верим мы в это или нет то есть например боги 2 ты они теряют силу или обретают когда мы оказываем какое-то поклонение там там проводим яги там пуджи там господь индра или шива там до всем любимый шива там макали там дурги еще что-то кто-то ну кому кто или ганеш да человек с головой слона то есть мы поклоняемся и он что-то обретает также и дает нам то чего мы у него просим вот она абсолют он независим то есть поклоняемся мы ему или нет он все равно существует и и и существует будет существовать он об этом и он об этом говорить то есть в чем отличие да ну самое главное первое что нужно сделать когда вы ну очаровались идеями сознания кришны первое что нужно сделать натянуть вот же на себя я имею в каком смысле не нужно приходить домой и говорить мама я сейчас такое расскажу надо то надо все то есть нужно научиться ну то есть практиковать начать жить духовной жизнью без напора не меняя своих близких а начать меня себя если спросят рассказать то есть фанатизм направить на следование то есть можно фанатизм направить на то чтобы ходить и всем рассказывать можно его направить его надо правильно еще использовать потому что фанатизм имеет место быть мы хотим мы или нет это волна все равно нас накрывает и его нужно еще правильно направить и самое главное чтобы ну там сопряжать духовную жизнь в мегаполисе самое главное это общаться с теми кто практикует время от времени обращаться к истоку потому что вот мы сейчас вроде как по общались ушли отсюда а проходят часы дни недели месяца к примеру и все что мы здесь подчеркнули мы это растрачиваем тут же практически потому что много атак в нашу сторону там и всякие политика физру да там воронины ну то есть все летит в нашу сторону и это все нас начинает отвлекать и что мы делаем мы как бы ну в это все погружаемся то есть нужно свое сознание постепенно покружать погружать в обществе тех кто постоянно это делает и тогда вы сможете вы это поймете то есть все само начинает выстраиваться то есть это нисходящий процесс господь он приводит постепенно в гармонию всю вашу жизнь постепенно и иногда он начинается того что у вас происходит жизни полный хаос то есть начали бабах все ужасно ужасно уже вроде как вы очаровались прекрасным а у вас все ужасно потом бабас и все нормально у меня например родители долгое время не могли принять то есть я понял что их троллить не нужно не нужно им это вот это вот все рассказы я понял изначале мне казалось мне хотелось каждому подойти на улице взять за грудки искать ты читал богат гитвы нет ты чуть дурак что ты что ничего ты знаешь что там и мне хотелось пеной у рта каждому рассказывать о богат гите что там говорит господь что это же это пипец фишка но когда я понял что люди виде меня крутят у виска я понял что не каждый готов не каждый готов на что это высочайшая истина это но о чем здесь да господь говорит о каких вещах то есть да он говорит о сознании о любви как это делать там 8 ступенчатый всякие йоги да там йога такая будхи йога бахти йога йога разума нужно начать с будхи йога то есть нужно включить свой разум но чтобы включить нужно прославлять господа тогда ваш разум укрепчает а ум он он становится контролируемый то что он он если он бесконтрольный то он ваш враг и постепенно практикую то что это знание она же живое это не статичное знание это не просто книжка это это реально живой диалог диалог который однажды в вашем сердце подобно лотосу возродится и раскроется и вы будете упиваться нектаром этого знания но сейчас так как мы начинаем этот путь нам следует начать там делать какие-то первые шаги то есть вы же начали уже выслушаете вы там почитайте просад то есть не думайте что это не является духовной жизнью это кстати очень вкусная часть просад там да в этом вегетарианство там 108 блюд можно в кадыше делать 108 блюд разных 108 блюд делать и так то есть просад потом слушание повторения мантра это все потом вы можете на работе практиковать например принципы терпения терпеть своих сону коллег да то есть возможно они это не заметят мы же как привыкли мы привыкли так что мы что-то делаем и это сразу на горя о молодец до 1 там сделал там поставил в проем дверь и все ходят классно дверь стоит да и ты думаешь то есть мы привыкли что нас поощряют а представьте себе что вы начинаете практиковать и вас никто за это не будет хвалить то есть ну то есть если мы к этому готовы то давайте начнем мы можем это делать а что начнется но понятно спуску не не то что вы там ну вот как иисус сказал ударили по левочке поставь право а не будет так не будут вас там совсем уж вы вы же сами же не будете себя давать вы же сразу же не станете о спасибо да а можно вот сюда не лучше вот сюда у меня здесь зубы вы бы смогли их выбить уж не будешь так делать правильно вы все равно ответите но пройдет пройдет время и ваш внутренний мир постепенно будет трансформироваться и все вот эти агрессивные случаи момента они будут этого обходить вас стороной потому что этот мир он также живой и он видит как в как вы меняетесь и он также к вам меняется то есть еще нам хорошим он говорит так он ведь не пытайтесь изменить этот мир измените себя да не пытайтесь в этом мире везде постелить ковер оденьте тапочки то есть ходите в тапочках если вам колит колит там колит здесь то есть не меняйте других поменяйте себя и тогда мир изменится к вам тут же потому что этот мир он также он же видит это махма и это а и низшая энергия господа эта энергия она также имеет личностный аспект она всегда на работе и она и она у нее нет выходных в отличие от нас то есть мы у нас есть отпуск у всех там да ну типа да там неделька две там а мая она всегда работает она же не устает в отличие от нас то есть она не с не то что хорошим понятие добро и зло она как бы относительно она как бы ну не всегда верно понимает да что например дат кину я монету там просящему а он алкоголик он пошел набрал этих монет купил 7 литр набухал развитых а я буду думать о я дал ему 2 рубля там и буду помнить это еще два дня там а я вчера там просящему кинул монетку какой же я все-таки хорошие да и ту и ту же мне бабушка молодой человек уступите место джунди бабулька уйди старушку я монетку пожертвовал то есть это очень все относительно добра и зла то есть именно соответствовать принципам терпения смирения тогда этот мир он еще у вас будет проверять насколько вы действительно сад и ну отлично понимаете трудности они воспитывают характер это же ну господь уже не фрай уже не пытается над вами издеваться да там а не получилось я же те говорил то есть уже не такой он наоборот он посылает вам трудности что вы воспитывали что ваш характер крепчал чтобы вы ну если вы там сгибаетесь не до конца чтобы вы сгибались до конца то есть он все равно посылает вам трудности не для того чтобы издеваться и тем самым ваш характер распила растет воспитывается то что ну как бы невозможно же просто взять и все понять нужно обязательно про что-то практиковать то есть через боль через упорство да если вы не оставите этот путь будет некая награда мы молим чтобы господь нас наградил они расплатился с нами мы надеемся на это потому что когда господь с нами расплачивается это хуже чем если у нас наградит наградит каким-то качествами или еще чем расплатился до дал чем мы хотели там типа хочу а квартиру да вот например хочу квартиру он дает вам эту квартиру и вы забываете про него тут же потому что он говорит принять и по получив любовь получив вечную жизнь там взамен на квартиру вот выбираю либо те квартиры либо те вечная жизнь в мире любви то есть там вам уже не нужно будет заново рождаться там привыкать до опять идти в школу то есть все там все построено абсолютно основана на любви то есть это не не какая-то метафора там бред какого-то индуса который там пять тысяч лет назад сказал я кришна я господь он показал свой вселенский образ он дал целую тут целая психология на самом деле то есть тут много тут наикрутейший менеджмент 10 из богат-гид и столько всего можно подчеркнуть то есть даже ну даже на материальном плане то есть можно даже но не брать все йоги крутые крутые йоги всякие те которые отрицают кришну как личность на фундаменте богат-гид и все свою философию они сшили именно именно так то есть как бы используя богат-гиду вот там на прежде арабинду арабинда гош один из ну крутой революционер публицист выйди он вся его философия основывается на богат-гиде но он кришну отрицает как бога понимаете и он был крутой очень крутой но в итоге вся его крутизна она во что чем она обернулась пришло время умирать и все и как бы он так вот пусть интегральной йоги там безмолвью разума там и ты стал баклажан ну который если которую чувствует там нирвану а потом все равно об этом говорит сейчас дате хорошо но ты все равно ты не можешь не действовать ты все равно выпадешь и опять на черт действовать тогда какой смысл тратить время на это то что ну это всего лишь нас отвлекает и задерживает на самом деле крутые мы его день персоналисты следующая жизнь это камень все этим рождается камнем у не рождается там кем-то а именно камнем то что камень это тоже сознание материя это тоже сознание это тоже разные души определенные обстоятельства они стали камнем то есть горы это тоже живые существа есть горы подвижные есть неподвижные и господь говорит из неподвижных гор я гималайи то есть а и были горы в прошлой эпохе были горы которые летали все эти там есть история как один мудрец там выбрал все гору сел начал медитировать там в пещере там лицом на востоке там на траве куша под шкурой оленя там ну то есть все он сидит и вдруг гора захотела полететь вы подожди стой я медитирую там и и гора тогда а я хочу туда могут а я хочу медитировать гора ну ладно тогда опустилась горы они также еще и летали мало того у гор также есть там сыновья например гирираж гирираж гвардан он сын гималайф готовы мы такое принять то есть а почему бы нету господь он черном горит я шьяма сундера черного цвета почему черный кто-нибудь знает да очень интересно потому что краски всех вкусов всех раз то есть все взаимоотношений преисполненные экстаза и любви они смешиваясь дают такой оттенок на самом деле не черный а цвет грозовой тучи налившийся грозовой тучи то есть все смешано в нем так как все сконцентрировано так что он дает такой цвет темно-синий да он всегда извергается на самом деле то есть он все время творит он источник из него эти энергии прут то есть я видя как как преданные падают там да с опахалами в экстазе он думает блин нифига себе вот это я тоже так хочу и он приходит как махапрабу а если вы об ощущениях то я не могу сказать конкретизировать потому что сам я этого не чувствовал не могу сказать транс это или еще что я просто если я вам сказал да то я бы сразу же соврал а я хочу сказать вам правду поэтому мы мы тебе не искали все нормально не переживать отлично давай да пока все счастлива всем пока все випассана дело в том что буддизм а кришна он является источником буддизма кешавадрита будда шарира джаджи гадишахаре то есть в одну из эпох он приходит как будто для того чтобы людей отвлечь то что прошлая эпоха она основалась на жертвоприношении и в жертву конечно же приносили кого животных и а так как человечество стало деградировать уже с начала эпохи сначала с того начала как началась кальюга 5000 лет назад люди стали деградирует но жертвоприношения не переставали проводить и уже просто они стали проводить жертвоприношения просто ну как пообедать то есть вот там хочется покушать раз и ты пошел и убил свинку или там коровку то есть и чтобы это приостановить он приходит как будто буддхи мудрый и он приходит и с помощью разума божественно конечно разума он всех у всех всем говорит слушайте а кому вы приносите жертвоприношения всего это богу там там он говорит а бог это нет и люди сразу раз и в их сердцах зарождается сомнение и он начинает и проповедовать им персональную точку зрения которая отрицает бога как личность это его игра что ему по приколу он может прийти сказать меня нет и все поверили потому что он бог то есть только господь мог реально людей развести то есть он сам бог богу дитя говорит когда идет упадок религии я лично прихожу и восстанавливаю то есть когда идет полная от харма полный хаос начинается когда люди используют религиозные термины ради собственного усложнения собственных чувств я прихожу и восстанавливаю весь этот беспорядок и ищи читания махапрабу он пришел там пятьсот двадцать пять пятьсот тридцать лет назад то есть и он установил путь воспевания хрикишна маха мантры то что мантра почему маха мантра дайте маха раджи раджи это царь маха великий маха мантра она является венцом всех мантр что это святые имена и абсолюта и когда он пришел как маха пробу он повторялся он повторял свои собственные имена и он и он удивлялся насколько они нектарны то есть да как я говорю что он видишь его преданные от него это теряю сознание так далее ему тоже этого хочется и в это уникальное качество абсолютно что он сам себя познает он так может это на примере того что например близкие нам люди они знают нас лучше чем мы себя да ну вот это вот ну такой такой факт там например там моя мама она знает что я больше там всего люблю поесть или там она например слышит мой храп а я его не слышу то есть она знает что я храп ли а я вот например этого не знаю то есть и получается что я себя познаю через маму и абсолютно точно так же он приходит и познает себя то есть он сам на себя смотрит и офигевать насколько он прекрасен то сион от этого поет и танцует безумие и ходит и раздает харе кришна мухаммаду всем живым существам он когда наступал на камни то камни достигали освобождение от его прикосновения он настолько интенсивная то есть сила интенсива сознание кришны в его стопах в его словах его моторики его взгляде касание во всем во всем было настолько что все кто его окружали в тот момент когда он шел в трансе воспевая святое имя все достигали освобождение все камни деревья птицы животные все и он всем бою харе кришна и птицы деревья пойти харе кришны деревьев скрипя корой там всем просто всех и все пели харе кришна то есть это удивительный факт золотой человек гора чандра золотая луна гора сундар прекрасная луна золотая прекрасная луна да про директ гирираж говардхан пару слов потому что это сам господь то есть мы поклоняемся долго сказано что господь он проявляется для нас для обслужив существ в основных трех аспектах в человеке в горе и во сне господь проявляется для нас и гирираж говардан это уникальная гора в том смысле что он участвовал в кришна лили то есть история как мудрец дурваса путешествовал и мудрецы они как правило что они делали они там например и выбирали себе гору и он думал а там вот эта гора мне нравится возьму-ка я с собой отнесу туда где мне нравится до поставлю и там сяду не буду медитировать и также этот мудрец проходя мимо он увидел холм говардхан и был блин какой классный холм а мудрецы они могли они могут разговаривать с птицами с насекомыми с движущими и неподвижными живыми существами то есть там даже с камнем мудрец может говорить и он спросил у гималаев он говорит ваш играть наш можно взять а играть можно только если он согласится и гирираж говорит я с тобой пойду но только если ты меня где-то поставишь остановишься и поставишь все ты меня не сможешь поднять и я не сдвинуть с места и мудрец подумал а он-то мог создавать галактики вселенные там но такое крутой он подумал окей хорошо говорит давай и конечно же он взял говардхан с позволения гималаев пошел шел напевает на свистывая та 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 и вдруг вас что с ним произошло нужда тубик то есть этого он никак не ожидал он уже не будет с горой в руке это делать правильно он поставил сходил справил нужду принял омовение прочитал все мантры вернулся и по обыкновению гору об она не поднимается он там не поднимается он там использовать все свои там все что у нее есть там а гора не поднимается ну и тогда он сказал ах так ты меня развел а гирираж горит а я же мы что вы договорились ты меня ставишь и все я не двигаюсь и тогда мудрец его проклинает он говорит хорошо раз ты такой ну озорной я тебя тогда проклинаю ты будешь каждый год погружаться в землю на одно гречечка и гречечное семечко и он вот сейчас говардхан он там максимум в диаметре 20 километров и вот на пиковая точка на метров 15 высоту то есть не выше вот хребет такой идет и все то есть он уже прогул говорится что когда он полностью погрузиться под землю то кальюга ну накроет а предсказание коллеги они ужасно слышали до кальюга там там женщины чтобы там по пообедать они будут рожать детей нету бутро будет рожать своих детей для обеда все эти вот такая то есть в это поверит взять вот такая будет ну эпоха люди будут жить пещерах по поверхности земли будут гулять тайфуны то есть без конца сейчас они тогда раз смерть пришелся атом катастрофа оба а будет время когда они будут постоянно гулять по поверхности это да 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 ну писать вот уже то есть на самом деле говорится до вкрапления сати юги золотого века для кого для того кто практикует духовную жизнь для него сати юга то есть в его сердце сати юга его сознание но тот кто живет обычным материальным миром для него кальюга полным ходом развивается все нормально и значит гвардхан мудрец ушел то есть но он обломался то есть ну как ну ладно и пришли пришла пора как бы явился господь там он явился в доме надо махараджа надо махараж он был царем у пастухов то есть у них писать и 40 сколько 40 тысяч до или 4 миллиона короче коров ну конечно земля она была в 40 тысяч раз больше в тот момент то есть это как бы оправдана что и сейчас взять до 40 миллионов коров он поверьте все земли не хватит но так или иначе и они кстати были все разноцветные такие кислотные желтые красные там там такие сики там ну не просто там как у нас да сейчас чем black white там и все они были прикольные такими дизайне там рога там тоже всякие прикольные но есть описание этих коров у каждой коровы свое имя и кришна помнил каждую корову по имени он с ним общаясь с ними он с каждой коровой по имени общался то есть эти 40 тысяч коров каждую знать по имени ну в принципе для тех эпох это нормально потому что была память не такая как сейчас да там скажу какую-то и телефон там а подожди я запишу почему потому что наша память очень короткая вот и господь говорится что к чему он прикасается становится неотличным от него и кришна он был любил гулять по этому холму гвардхан и тогда надо махараш и но вообще жители того времени они проводили поклонение господу индри там кто-то суре поклонялся господу солнца кто-то индри кто-то богу ямараджа кто-то еще кому-то ну неважно все поклоняюсь а ну на что сердце лежало как говорится кто-то на районе поклонялся вот ну и кришна он конечно же пришел к нанде махараш без суши пап ну тут сейчас праздник намечается вы хотите все все наши дары предложить индри а давайте проведем пуджу хаму гвардхан ведь он нас кормит он дает нам траву у него там эти реки да там питательные реки воды очень вкусные коровы любят пить то есть там и так далее то есть он всем нас питает а чего мы поклоняемся полу богам они же чиновники это их работа проливать дожди на землю угли зачем нам им давать какие-то блага давай мы лучше проведем пуджу гвардхана и надо махараш такой суши до суши ты прав то есть но как бы можно сказать как тогда там пятилетний ребенок там до развел папу реально но кто это пятилетний ребенок да кто он такой то есть это это сама любовь и красота все она к вам приближается вы готовы сделать все то есть пренебречь любыми правилами когда к вам приблизиться любовь то что любовь она компенсирует недостатки то есть в этом мире нету совершенных людей но когда мы влюбляемся то в принципе а любовь она компенсирует да если там ну бывают всякие вот бытовуха да вот материальной жизни доживут там пара да что накрывает как правило со времени бытовуха но вот любовь она все это компенсирует если нет любви то конечно же бытовуха она перекрывает люди расходятся а здесь взять и ну как бы на нам хорош царь к нему приходит источник любви и грипа давай что он скажет нет конечно расскажет да и они собрали всю провизию все что у них было все накопления и провели пуджу гвардхан холму и он что он сделал у него открылся рот вылез большой язык они все туда сложили все что было проводя пуджу параллельно пели он это все съел прошло какое-то время он открыл рот и на своем языке он это все вернул причем это было приумножено то есть все это отдал и и жители они конечно же были опьянены такой таким вниманием то есть ну любовью то есть это все было было сделано с любовью их еще больше вставила от того что они увидели но индра его его глюканула он такой нифига себе ему доложили что ну по обыкновению как бы горожане которым ты там кран открываешь и закрываешь они взятки не дают в этот раз то есть нет маржи так сказать да то есть как бы накажем или чем будем делать и дыр конечно его переклинило давай там потоки дождя ветер ураган там сразу вода там все стало смывать весь он горит я хочу смыть эту деревню весь этот в риндаун смыть и ну естественно надо махараш кришне приходит и слышь это я у тебя послушал мне же не надо было это делать вот ты нас всех тут развел а что нам через делать он горит гирирадж нас спасет да и он поднимает гирираджа на на пальце и семь дней он держал гору на мизинце семь дней кстати у меня однажды задали такой вопрос который поставил меня тогда в тупик не однажды один человек у меня спросил но я так арияна проповедовал создание кришна очень реально и он не подошел сказал у меня очень кстати заткнул этим сразу мне сказал скажи а может господь создать камень который сам не сможет поднять и я так но я еще тогда ничего не знала агвардхана ливии и так далее то есть на меня реально я уже все я ничего не мог людям я уже не мог своим друзьям ничего рассказать он просто видел мы там стоим я там кришну то все просто мне кляп в рот не вставил и все ну и там конечно же меня там давай нам поливать вот единственное что я только-только соприкоснулся с этим то есть рассказывал то что у меня то что отозвалось в моем сердце поэтому это звучало очень знаете когда бывает вот что ты чувствуешь да хочешь сказать человеку начинаешь говорить какая-то херня получается полная да то есть как бы не все не то а вот внутри она все иначе а начинаешь говорить да и бы бы тегомосина вот и тогда гавардхану защитил то есть там и дрота молниями в эту гору и ничего не происходило на и дрон уже все у него там вода закончилась молнии кончились то есть все у него закончилось а те а он слышит они там колбасе у них там party он и он понял что делать делать дело ясное что дело темное как бы что я то и что по ходу я тут виноват ядра стал понимать и что он сделал в юню в его чертогах жила корова сурабхи и он за король игры слышь ты там сходи за меня извинись ну то есть он он понял что это все держите то есть он знаю а ну как бы все два ты боги они знают что кришна любит коров и он скорой сурабхи и суши извинись пожалуйста за меня ты извинись а я потом приду за тобой и вот он толкая корову вперед себя то есть ну как бы пришел извиняться и кришна он сказал что ну то есть естественно не был там диалог там выдры там все пуджи там слава тебе кришна там то все там он стоял а он такой тоже под дурачка костин вытащу я ведь нет всего там не то годков то немного а вы мне какие-то там цветы приносите то все там и подмигивает стоит игры там вот но в итоге он просил благословил когда все жители они разошлись они были в неком забвении они не понимали что происходит а господь там в приватной беседе с индрой он его как бы дал ему то есть он пролил на него милость открылся и то есть господь индра он кстати преданный но игры это положение как ну как царь то есть в разные эпохи есть разные игра также господь брахма тоже например в этой вселенной чем нам повезло почему грим на матча решил харидас такур харидас такур это господь брахма но есть материальной вселенной где господь брахма тупо материалист то есть в этот раз что нам повезло что господь брахма он пришел к харидас такур и явил лилу вот этого святого которого били на 22 площадях он так и не умер и в итоге он умер после того как его палачи уже за малыш не сказали умри пожалуйста иначе нам пипец то есть наши семьи казнят нас казнят если ты не умрешь и хридас так уж то а да ну ладно то есть а ты пробовал здесь бить пробовал а тут убил бил ну ладно все я он ушел в глубокий транс то есть как бы внешне казалось что он умер они выкинули в гангу типа все хридас умер и все там ура это мусульмане но потом он пришел в себя в нужном месте когда он доплыл до дома слива стакуру там открыл глаза вышел на своей остановке ну и там пошла другая игра и хридас так кур господь брахман явил эту лилу то есть но намочали тот кто не отказался то есть ему ему же предложили ему сказали ты можешь просто вслух сказать я отказываюсь а данной религии иди дальше повторяй хари кришна ты просто скажи чтобы свита который сидит к и ждет чтобы ты отказался то есть она у это услышала они успокоятся а там пофигу делай что хочешь и он сказал нет это против всех моих правил то есть я не могу и я не могу так себя ну поставить перед собой мое сердце она преисполнена любви то есть я не могу я испытываю любовь как я могу отказаться от того что к чему меня влечет игре дала на что ты просто скажи то есть а дальше там ничего страшного и хридас такой говорит нет и он и они горят на тебя будут казнить а будут избивать он говорит пусть избивают то есть он говорит для меня лучше сейчас умереть чем жить все осталось уже жизнь самим собой с тем самым кто предал ну то есть я я тогда все это придам отказавшись то есть хридас такую ему предлагали такую взятку дай нам такую взятку откажись но он не отказался он принял муки сказал давайте бейте как хотите а палачи были профессионалы то есть упал ну профессиональные убийцы то есть если была казнь то человеку и пока его до одной площади только до насилия он уже был в присмерти то есть он там на площади его добивали он уже почти умер а тут 22 представить и то есть уже палачи устали его избивать то есть то есть сила любви он и сила преданности к всевышнему она защитила его господь его защитил то есть такое сердце и гирираж говардхан на самом деле как его называют силовом хорошими метеорит из духовной реальности то есть он явился тоже не просто так и мы поклоняемся про про проводим поклонение гириражу потому что он является непосредственным представителем то есть например чем уникально это божество от от всех остальных божеств любые взять там на раме кришна вишну там и так далее гирираж он способен принимать любую форму то есть он может любой облик принять человека змеи кого угодно дракона то есть и и говорится что гирираж если его преданного кто-то обижает гирираж он может принять облик змеи и приползти ночью к обидчику и ужалить его и вернуться обратно на алтарь то есть чем уникальным гирираж и именно этим ну и вообще то есть гирираж если вы даете ему любовь он возвращает вам еще больше если ну то есть если вы даете им предлагаете ему что-то он обязательно вам вернет это во много крат и он спа он только отдает то есть вы ему даете он принимает а потом возвращает еще во много крат этим он уникален но опять же если вы это делаете с верой и любовью и преданности то есть есть всего несколько условий в принципе вера любовь и преданность что практически невозможно достичь но с другой стороны гириража не мы же установили установил чистый преданный наш гуру шила бакси сундар гувинда дегу с вами махараш почему он чистый преданный почему мы говорим о том что он святой потому что другой святой на него показал сказал он святой а почему то того мы тоже считаем святым потому что на него в свою очередь тоже другой святой указал то есть чем подтверждается авторитетность святого другим святым если массы скажет он святой это не является истиной вот если святой укажет на святого это истина так мы распознаем истину то есть мы мы а есть такое понятие самбанда гьян когда мы проверяем свое понимание через слова наших учителей каждый раз свое понимание мы мы мониторим правильно ли я говорю правильно ли я делаю то что я делаю то есть в рамках сознания кришны в рамках того что данном гуру духовный учитель что гуру ему ничего от нас не нужно он прозрачен перед истиной по сути гуру дефон он 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 не заинтересован в том чтобы вас поработить сделать своим слугой да ему это не надо он сам слуга он говорит я раб любви и и здесь по сути дела сознание крыш на этот путь мы встаем встаем все добровольно то есть по доброй воле здесь нет нужно никого не принуждают правильно да сюда же никому никто нас не затянул за уши давай пойдем тебе это на на съешь съешь не сказали что кришнаиты что-то подмешивают да это специи это не наркотики это специи всевышно чуть-чуть кардамона чуть-чуть куркумы до опросации не будет уже проголодались говорим о господи я вижу что все уже устали уже засыпают когда же он закончен жить для бога для нас это же для гуру для обывателя понимаете дело в том что если вы будете жить для обывателя то ваш путь будет лежать в ту обитель куда этот обыватель сам попадет то есть и он идет в ад то и вы пойдете в ад жить для бога но да да но прессе жить для бога это очень-очень это абсолютное мнение и у да амур а если женщина соблюдает целомудрие и продолжают поклонение богу несмотря на что что муж в ад идет то женщина идет в мир служения а мужу как гуру она все это предлагает и ее вну ее сознание она она становится способным обрести положение в духовной реальности знаете есть такая история вам сейчас расскажу как один гуру один домохозяин подумал блин а был период когда модно было набирать учеников ну там некий эпизод одной личности ему нужен был ему не хватало просто ну по хозяйству там коровы там туда сюда ну сами понимаете да там как много работы и горы работы и он это самое ему жена говорит а ты возьми себе ученика пусть он тебе служит а ты типа как гуру будешь и он будет работать на тебя бесплатно потому что ну служение гуру мы же может за зарплату не получаем то есть мы все это делаем бескорыстно у нас нет кого-то денежного эквивалента но если вдруг надо там какие-то деньги они приходят так происходит вот и она говорит вот эти пожалуйста и уголь слушает своей жене ты права действительно я сейчас как гуру там и вдруг он как бы ну объявляет набор и один искренний искренний ученик он приходит ему говорит я готов будет отлично давай начало тебя работа дрова там это 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 этот начинает все делать и он своей жене приходит какая ты молодец а мы так с тобой вообще круто устроились в этом мире ты мне такой совет дала смотри мы с тобой сидим отдыхаем до курим бамбук а он работает и он пашет 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 и единственное что момент ученик-то работает а он же хочет от гуру получить каких-то знаний до проходит время и он к нему подходит ученик к самому чем учителя и говорит дорогой учить я вот тут год прошел работаю может вы мне что-то скажете хотя бы там и он такой давай завтра значит ну там он там раз мы что-то сказал еще что-то сказал к сожалению не помню там что-то он там говорил я помню о концовку прошло много лет ну лет пять как допустим но это что много он все служит до служит служит вся сюда бескорыстно и и а этот ну он понимает что надо же ему что-то реально давать и он уже такое задача съем своей жене слышь это самое я что-то ну как бы это по ходу дела ну косячок небольшой то есть оказывается ну надо же что-то ему дать отдать ты ничего она говорит а все очень просто ты ему скажи что завтра ты ему дашь ну типа просветление все там он откроется а вместо этого ты ему скажи чтобы он поднялся вот на ту старую башню и с нее ну как бы ну что он может по воздуху ходить и он как бы это сделает шаг упадет вниз и разобьется и все нормально и возьмем другого ученика и этот такой вау ну ты вообще своей жене говорит ты вообще ты такая умная такая у меня жена вообще там дочь ты такая умная вот и и он своему ученику говорит ты знаешь давай завтра встретимся у старой башни я тебе там дам дам тебе урок от то то есть ты получишь награду и ученик с верой с преданностью приходит в то место к этой старой башне они поднялись и поднялись на эту башню говорит а теперь иди ты можешь идти по воздуху и он не колеблась пошел и знаете что произошло он пошел на он не упал на он стал ходить по воздуху потому что он верил своего гуру вера все верил в него служил ему с преданностью без сомнений и он пошел и этот этот сам с башни упал но он тоже потому что он может ходить раз он так сказал значит и я и он такой капитошка вас и нету конечно будет если она это все будет сопряжать ну предлагать это все уме что это я делаю для тебя господь я служу своему мужу не 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 для того чтобы взращивать в нем эгоизм а для того чтобы ну то есть я я служу это предлагает тебе господь что муж для жены он является проводником но даже если муж идет в ад не все равно так как он приводит проводник и представитель жена она может духовно расти и таких примеров я вам скажу очень много я знаю одну такую женщину который живет в питере практикуя сознание кришны она служит своему мужу ее духовная жизнь путь он растет это видно но видно как она что она практикует а муж продолжает пить пиво в смотреть футбол и там говорите там твое харе кришна все это там и так далее а она духовно развивается растет и она продолжает служить она не отказалась от него не отреклась нет она остается ему верно и видно как в ней что она преображается я просто знаю этого человека много лет мы вместе начинали практиковать духовную жизнь и я помню какой она была и какой она стала сейчас все очень просто человек становится более терпим более смирением человек станутся более бескорыстен и так далее так далее это видно то есть в мессе ну то есть это видно даже не вооруженным глазом как все преображается то есть действительно это это работает просто вопрос насколько быстро мы хотим это увидеть то есть не то чтобы у нее там волосы дыбом встают это к стазу там и что она там просто каждое слово это песня каждый шаг и это танец нет это потому что это внутренний процесс то есть можно имитировать да тут харе кришна ходить до танцевать но это не будет подлинным ну подлинная духовная жизнь она начинает начинается изнутри знаете как молоко подобно тому как молоко до чтобы взбить и на же в центре и постепенно молоко превращается в йогурт или сметану или в масло до она превращается начиная из центра то есть наше сознание этот наш центр фокус наш и когда мы духовно развиваемся все у нас начинает густеть там грубо говоря меняться начинает внутри а не снаружи а так можно до имитировать святого там одесса в оранжевый там ставить силы китом и не только на лбу еще где-нибудь дать его я такой я такой а все это будет имитаторство там сидеть закатывать глаза улыбаться там только улыбаться там тогда это будет это будет под подражательство духовное духовной личности они скрывают свои качества они скрывают свой прогресс на самом деле то есть но тот кто также духовно практикует он видит как другой растет то есть мы же мы же видим каким-то зрением недостатки других чем мы видим мы же не видим этим глазом мы видим глазами знаний опыта и также духовных глазами духовного знания когда вы обретаете знание вы начинаете видеть ментал тех или иных личностей то есть вам это открывается вы даже это не контролируйте вдруг раз вы видите человека насквозь вы даже это не контролируйте это само это видение она к вам приходит само но также в это виде не можете потерять через оскорбление через критику вы начнете видеть недостатки у человека вы начинаете у критиковать и что получается вы притягиваете негатив и тут же идет играть процесс деградации но кстати падение вот эта деградация это тоже часть духовного пути когда человек обретает благочестие он становится ну то есть его продвинутый становится продвинутой вдруг бас он ну как бы что он делает что как работает ментами системы тут же гордость у салона я такой нифига я стал видеть то чего никогда не видел я вижу я вижу а этот такой это сикой и вдруг басом перестает видеть и он понимает а так если он искренен он понимает так я сделал ошибку что я сделал не так и он начинает анализировать Он думает, ага, я критиковал. Говорится же не критиковать. То есть все познается методом на ошибках. То есть ошибки, они допускаются в духовной жизни. Без ошибок мы не пройдем. Мы не пройдем экзамен. Нам нужно обязательно ошибиться. Не то, что давайте, ребята, ошибаться. Давайте ошибемся. Не так. Не так, конечно. То есть это должно быть естественно. Естественный рост. Естественные ошибки. Все само собой. Отчасти да. Отчасти не следует на этом концентрироваться. Потому что если мы начнем... Но человек хочет развиться. Он стремится, стремится, что страну вулк и развился. Не замечаю вообще, что развился. Но это хорошо, что вы так рассуждаете, что действительно я не замечаю. Понимаете, когда вы плывете на лодке, да, то вы не видите, с какой скоростью лодка двигается. Но если вы сойдете на берег и будете смотреть на лодку, которая плывет, то вы поймете, что лодка плывет. И у нее скорость есть. Также в духовной жизни вы, когда на лодке плывете, ну, то есть именно духовного развития. То есть кто такой гуру? Гуру это капитан корабля. Корабля, который двигается в сторону духовной реальности. То есть когда вы на этом корабле находитесь как матрос, то естественно вы же не видите, сколько вы проплыли. То есть понимаете, то есть самый трудный путь и опасный в духовной жизни – это средний отрезок. Потому что вы не видите уже начало, с чего вы начали, и вам еще не видно конца. И вот этот средний отрезок, он самый сложный. То есть стадия анартхоневрити, когда вы проходите очищение. То есть это очень трудно. И вот в этот момент к вам на помощь приходят друзья. Потому что на духовном пути очень важно иметь друзей. Потому что друзья, они обязательно вам помогут, вдохновят вас, поделятся. В духовном смысле, да. Среди духовных людей нужно иметь друзей. Потому что нужно же кому-то открываться. Вот мы с вами вчера говорили, да, основные четыре принципа регулирующих. Но есть еще шесть. Та-да. Шесть важнейших принципов в обществе преданных, практикующих. Делиться откровением и выслушивать откровения. Один, два. Принимать просад и угощать просадом. Три, четыре. И самое главное, на самом деле, самое первое – это дарить подарки и принимать подарки. Шесть принципов в обществе преданных, которые необходимы для духовного развития. Тогда вы обретаете друзей и друзья в трудную минуту. Потому что, ну, это неизбежно будет сложно. То есть мы это же допускаем, да. То есть мы все равно будем ощущать трудности, тяжести и так далее. Нам будет тяжело. И в этот момент нам помогают друзья. Можно еще? Можно, но уже без 15-10, если что. Ну да. Как определить свои каски вообще для женщин и с ней, как и для мужчин? Вообще нет. Нет, в Калиюгу. Мы все шудры поголовные. А... Женщины и вообще все. Мы вообще все. И женщины. И женщины, и женщины. Но если вы становитесь на путь праведности, то вы становитесь брахманом. То есть членом высшего сословия. То есть по сути, один из наших, один из этапов духовного развития, когда вы становитесь брахманом. Тем, кто говорит правду. Человек, который меньше лжет и больше только говорит правду. Потому что правда это единственное, что можно в эту эпоху культивировать. С чего начинается наше просветление. То есть оно сопряжено с правдой. Когда мы правдивы. Мы не обманываем. То есть перестаем обманывать. Понятное дело, что да, существуя в материальном мире, там у многих есть такой род деятельности, что иногда приходится говорить неправду. То есть не ту правду. О, извините, пожалуйста. А можно я скажу вам правду? Да, скажите. У вас очень кривой нос. У вас косые глаза. Да, там. То есть не такую правду. Нет. То есть, ну, правду больше о себе. Да, или... То есть как бы есть правда, о которой лучше не говорить. Причем, знаете, в Бхагаватам разрешают говорить неправду женщине. Кто был не согласен сейчас? Если вы... Понимаете? То есть иногда ради спокойствия женского ума мужчина, он может сказать ей неправду. Ради ее спокойствия и ради спокойствия в семье он может слукавить. Бхагаватам. Представляете? Бхагаватам это допускает. То есть официально. Официально, да. Это официально. Правда, Малти? Вот так. Она знает. Это слова Шилла Госвами Махаража. Он указывает. Бхагаватам об этом говорит. Ну, то есть Бхагаватам говорит, кому можно врать, кому нельзя. То есть, если, например... Да, очень можно. Под дулом пистолета можно собрать. То есть, когда вас вот должны порешать, вы можете солгать. Допускается. Но... Ложь. Это что вы понимаете вообще? Это какое-то любое понятие. Ложь. Но, видите, вы же не знаете, какое понятие. По-моему или не по-моему. Ну, разберемся. Понимаете, у нас все в принципе... Ну, то есть, это путь длиною в жизнь. Поэтому сейчас, как бы, ну... Придет момент, поймем, что такое ложь. Мы живем в мире лжи, по сути. И чтобы какой-то... Знаете, как говорит наш Гурудев? Он говорит, что в любом случае, знаете, мы заблудились в болоте. Да, мы находимся в болоте. И чтобы выйти из болота, нужно какое-то время по нему идти. Чуполка, 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 чуполка. То есть, мы продолжаем все равно еще пока врать. Там то и все. Но мы не можем этого не делать. Мы живем в мире, где все друг друга обманывают. Но постепенно, постепенно, шаг за шагом... То есть, просто совесть, голос совести, он начинает так четко в вас звучать, что вы не можете его игнорировать. Представляете? Он настолько громко звучит, громче вашего ума, голос совести. А голос совести, это голос параматмы. То есть, и вас уже начинает вести Господь. Так что... Еще раз. Не факт, что чем больше, тем лучше. Я об этом не говорю. Они могут быть с вами на одном уровне. Если младше. Могут быть младше. Конечно. Потому что вы не знаете, кто вас понесет на духовном пути, когда у вас не будет сил. Мы этого не знаем. Поэтому, ну как бы, ну Гурудеев даже говорит, вы не знаете, кто вам подставит плечо. Может быть, именно тот, кто вам и не нравится. Вот он вам поможет. Как правило, так и происходит. То есть, у меня, вот лично у меня так и было. Я однажды услышал слова от человека, тоже бакта. Но просто, знаете, вот бывает, человек не нравится. Но я ему это, конечно, не говорил никогда. И пытался вести себя в рамках этикета, но он мне просто не нравился. Я ему завидовал, честно говоря. Ну так меня накрывало реально. Что он пришел, и я увидел, что то, к чему я стремлюсь, он с этого этапа начал практиковать. И я вообще, я так вначале, и меня вообще, я был ослеплен завистью. И даже пренебрежительно к нему относился. То есть, даже не скрывал этого. Но потом я понимал, что это моя проблема. Я обратился к Вадуту Махараджу и говорю, Махарадж, у меня проблема, я вот этому преданному завидую. Что мне делать? Ну как мне? Потому что мне это мешает. И он говорит, а что плохого в том, что кто-то лучше тебя? Он говорит, начни ему служить, и ты станешь, приобретешь эти качества. И я подумал, действительно, а что плохого в том, что кто-то реально лучше меня? Я действительно начал ему служить, помогать, подходить, я стал спрашивать, говорю, там, я вижу, ты это делаешь, хочешь, я тебе помогу? Я вот умею так, там, он говорит, давай. То есть, я начал ему служить, и постепенно я очаровался его качествами. И я понял, да, он действительно, он действительно крутой, но я не должен ему завидовать, а я должен ему служить. И он мне реально помог. То есть, прошло какое-то время, он поставил мне плечо. Потому что мне хотелось все уже, все сказать, все, всем пока. То есть, беру портфель иду домой. А он меня вдохновил. Так что, мы не знаем, где найдем, где потеряем. Все, без 10-10 уже, да? А где просад будет сегодня? Внизу, да, опять? То есть, по традиции, мы поем Хрихарана Кришна, страница 55. Вот. Причем, поем и думаем о просаде, да? Поскорее, поскорее, он бы сейчас допел, я бы скушал и ушел. Хрихарана.